Глядя на чистоту и уют территории, становится ясно, здесь есть хозяева, и хозяева эти сами жители. Когда мы сами понимаем, что нам нужно, сами можем контролировать процесс трата наших собственных денег. Когда мы можем в любой момент войти в правление и проверить, потребовать документы, нам без вопросов покажут, куда и где наши деньги, на что-то мы тратимся, мы видим, что нам нужны заборы. По проекту их нет. Мы решаем скидываться. То есть это не просто мы там собрались на лавочке, а давайте там семечки погрызем, решим что-то. То есть это все на официальном уровне. Замечательная очень идея объединить жильцов и официально все оформить. За те семь лет, что существует ТСЖ, многое удалось сделать. Один из тех, кто стоял у истоков товарищества, инженер Владимир Гусев. Не очень хорошее наследство нам досталось. Были разбиты входные двери, были изношены лифты. Никто не занимался ничем этим. Мы поменяли компанию, которая занималась обслуживанием лифтов. Заменили двери, поставили домофоны, которые также в проекте были, но их не было. Построили козырьки, потому что очень часто наблюдали картину, когда снег и лед с подоконников падали и могли повредить. Территорию трех домов не так давно оснастили системой видеонаблюдения. И сразу появились результаты. Фактов порчи общего имущества стало меньше. Видеокамеры стоят даже в лифтах. Наверное, именно поэтому все кнопки целы. Электроэнергию позволяют экономить специальные лампы, которые включаются на движение человека. Как они работают, мы проверили сами. У нас на три дома имеется собственная круглосуточная диспетчерская. Причем в доступности. Вот в третьем доме в подвале люди всегда могут спуститься или позвонить, сказать о том, какие у них проблемы. У нас круглосуточный сантехник. Здесь же на месте. В подъезде стоят терминалы для оплаты коммунальных услуг. Наши люди никуда не ходят. Для того, чтобы решить какой-то вопрос, у нас налажена связь по электронной почте. У кого нет электронной почты, точно так же спустились вниз в подвал, собственно, в пределах своего двора. Задали вопросы, получили ответы. Мне, как женщине, очень нравится вот это маленькое удобство. Пришел с тяжелыми сумками, загрузил их в тележку и повез домой. Консьержки в подъездах не для красоты. Уют и порядок – их забота. Я довольна атмосферой в доме. Мне нравятся отношения к жителям. Все мои претензии выполняются. Не на камеру сказано, а действительно, все, что я прошу, все было выполнено. Потому что нам строители оставили, к несчастью, огромное количество недоделок. И первые три года я занималась тем, что я эти недоделки устранял с помощью ребят из нашего ТСЖ. Но, к сожалению, и тут не обошлось без проблем. Битцевский проезд местные жители давно называют Битцевским тупиком. Застройщиком был Сити 21 век. Когда мы приобретали эту квартиру, то нам обещали со стороны трассы Дон, если обернуться, там есть у нас такая низина, и речка Битца протекает. Здесь у нас озеро. Обещали нам сделать парк, дворец водных видов спорта. Здесь в Овраге каскад прудов. Но ни водного дворца, ни каскада прудов, как видите, нет. Кроме того, по проекту предусматривалась объездная дорога. Ее тоже нет. Единственный подъезд к территории со стороны ПЛК за домом 39. Парковки еще одна проблема. В трех домах порядка 390 квартир, машин, естественно, гораздо больше. Подземный паркинг, который по проекту должен был содержать 200 мест, на деле содержит всего 90. Во дворе машины ставят по принципу, кто не успел, тот опоздал. Сити декларировала строительство многоуровневого паркинга вот рядом с первым домом, который на 500 машин и мест предполагался. Ну, прошло 10 лет, в общем, пока этого паркинга до сих пор в обещаниях. Земля, на которой стоят дома, в данное время ничья. Правление ТСЖ обратилось в администрацию за кадастрированием земли под домами и двором, готовая взять на себя ответственность за эту территорию. Но границы этой территории, включающие подпорные стены, периодически требуют обновления. Подпорные стенки, с учетом того, что оседает земля, они, естественно, дают трещины. Их надо латать, их надо поддерживать, их надо, в конце концов, красить и так далее. Надо ремонтировать ступеньки. Это большие финансовые вложения. Вот эту территорию мы просили городское поселение принять в муниципальную собственность. Администрация на себя такую обязанность брать не хочет, по той простой причине, что денег в бюджете нет. На посуле тарават, а на деле скуповат, говорит пословица, которая, как нельзя, кстати, резюмирует все вышесказанное. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова